Приветствую всех подписчиков канала! Сегодня мы с вами будем говорить об акциях. Я проанализировала видео на YouTube и поняла, что большинство из них показывают какие-то левые картинки из интернета и рассказывают какую-то основу, которую можно прочитать на любом первом попавшемся сайте. Сегодня я вам покажу на своем примере, как инвестировать в акции. Я долго думала о том, как бы это сделать, если я уже далеко-далеко не новичок в акциях. И решила, что с другого телефона, с нового брокера я вам это буду показывать. Сегодня на примере ВТБ будем с вами работать. И сейчас вы видите весь обзор акций, доступных во всяком случае. Если слева вы видите звездочку, это значит, что я лично пометила, что эти акции мне интересны, и я буду наблюдать за их ростом и падением. Заходим в личный кабинет моей инвестиции ВТБ. В данном случае у меня, хотя есть и более выгодные, о них я вам обязательно расскажу, но попозже. Но пока один из доступных для меня это ВТБ, мне так удобно. Что ж, внизу мы зашли на биржу и смотрим акции. Конечно, можно обучаться и на Тинькофф, там тоже много всяких плюшек доступных для новичков. Об этом мы сегодня не будем говорить, в следующий раз об этом поговорим. Что ж, давайте посмотрим, что нам доступно по акции. Мы видим статистику за день, можем посмотреть цену акции. Вот видим здесь какие-то акции, сразу говорю, не продаются поштучно, а продаются лотом по 100 штук. Например, я вот такую купила и чуть дальше вы это увидите. Смотрим. Мы можем в этом кабинете посмотреть статистику за день, за 7, за месяц, за год, за 5 лет и за все время. И так можем проделать каждую акцию. Вверху мы видим показатели, новости. Мы можем посмотреть, когда выплачиваются дивиденды. Можем посмотреть всю информацию о том, что мы собираемся покупать. Видим, я нам свой брокерский счет зачислила 4 тысячи для того, чтобы купить 100 штук акций, которые мне нужны. Что мы еще можем в этом кабинете? Помимо того, что мы звездочкой можем помечать себе интересные нам акции. Конечно, я советую начинать с голубых фишек, но для того, чтобы рассчитывать свой инвестиционный портфель, нужно понимать... Вообще, советуют все отталкиваться от вашего возраста, чтобы понимать, насколько вы рисковый инвестор. Об этом тоже с вами поговорим. Но пока я вас хочу заинтересовать не какими-то картинками из интернета, а именно настоящим личным кабинетом, акциям. Потому что даже в моем окружении находились люди, которые, несмотря на то, что они вроде бы прошли обучение, не у меня, а у других, например, людей, они продали акции, когда это делать нельзя было. И потом начали говорить всем, что акция это невыгодно. Так вот, на самом деле большинство людей, которые говорят, что акции это все ерунда, они зачастую не просидели и месяцы с акциями и все продали, когда акции упали. А пока ты не продал, ты не зафиксировал убыток. Поэтому покупаем спокойно, особенно если речь идет о голубых фишках, таких как Сбербанк и тому подобное. Тоже будем с вами об этом говорить. Это видео скорее мотивационное, чтобы вы не боялись и инвестировали в акции. Потому что акции это долгосрок. То есть вообще в идеале, если на 5 лет. Можно, конечно, меньше, кто-то вообще трейдингом занимается, это тоже, это разновидность этого вида заработка. И вот смотрим, я остановилась на Сургут Нефтегаз, и мне нужно купить 100 акций, соответственно, потому что здесь продается по лоту, лот 100 акций. И видим цену. Здесь можем регулировать бегуночек, все вам показано. Я думаю, наверное, не стоит даже на этом останавливаться и на это обращать внимание. Автоматически мы с вами можем купить эту акцию. Обращаю на ваше внимание, что на выходных биржа не работает, и приостанавливается продажа и покупка акций. Поэтому вы можете просматривать акции, которые вам интересны, статистику, все это вам будет доступно. Но покупка и продажа будет недоступна в выходные дни. И, может быть, это даже плюс для тех, кто только попадает и хочет, а вот, видимо, у меня 2 рубля забрали. Понятно, да, почему? И, как видите, мои акции в количестве 100 штук уже у меня есть в портфеле. Вот этот самый-самый-самый первый шаг. И уже видим. Я обучилась здесь в онлайн-кабинете. Мне подарили по одной акции, по одной штучке. Копейки там буквально они стоят. И мы уже видим всю статистику. Как только купила я сургут нефтегаз, потихонечку они начали расти. Но у меня, я вам уже говорила, такая политика, что если инвестировать в акции, то это не на один год. Если на один год, то скорее выбирайте облигации, нежели акции. Поэтому нет смысла заходить в личный кабинет даже каждый день, если вы хотите отслеживать стоимость своих акций. А если заходить с тем мнением, что вам нужно посмотреть новые какие-то акции, то, конечно, я утро всегда начинаю с личного кабинета. Более того, я знаю, что у Тиньков очень-очень выгодно всё. Там и обучение есть, и подарочки тоже, и вроде даже больше, чем ВТБ. Вот здесь уже не скажу, потому что я с основного телефона не в Тинькове сижу. Он не входит в топ-3, а я сижу с одним из топ-3. Что ж, мы с вами посмотрели подробнейшую статистику. Можем посмотреть дивидендный календарь, можем посмотреть доход. Вот как я говорила, новости в день по несколько раз опубликовывают новости по интересующим вас акциям, поэтому не переживайте. Если этого недостаточно, можно делать, как я, и в Яндексе читать новости, и ещё у нас есть сообщество инвесторов, Телеграм, мы там тоже советуемся. На самом деле, акции это и выгодно, и интересно. Вот видим, уже плюс 15 рублей. И чё дальше вы увидите, как менялись стоимости акций, как возрастал мой, можно сказать, счёт брокерский в прямом смысле, так же, как он падал. И я открыла этот ВТБ-счёт 30 июля. И на примере моих акций мы с вами можем посмотреть, вы уже посмотрели, как некоторые акции успели возрасти значительно за это время, подняться. Какие-то, конечно, были изменения, то вверх, то вниз, но это нормально. Какой бы график мы с вами не посмотрели, хоть на один день, хоть на семь, хоть на месяц и более, всё равно это будут скорее горы. Вот видим, спустя несколько дней на моём счёте плюс 146 рублей. И то за один день этот плюсик будет меняться. Сначала будет так показывать, потом будет чуть меньше, ещё меньше, потому что у меня здесь не одна акция, а показывает плюс в совокупности со всеми акциями. Но вот по Сургутнефтегазу мы с вами можем посмотреть за 7 дней статистику. А я вам напоминаю, что 30 июля я завела этот брокерский счёт. И 1 августа купила первые акции. И вот по статистике мы с вами можем наблюдать, как хорошо и вовремя я это сделала. Ну и чтобы хронологию показать, обратите внимание, 10.01 в портфель плюс 91, 10.44 плюс 146 уже рублей. И ещё чуть позже будет уже чуть меньше количество рублей в плюсе. И это доказывает мои слова о том, что нет смысла каждый день проверять, и уж тем более по несколько раз в день. Это действительно не имеет значения, потому что плюсик этот ваш будет всё равно варьироваться. И вот здесь стрелочками я вам показала, в какие дни я примерно инвестировала, не примерно, а точно, чтобы вы увидели, как после этого возросли акции. Смотрите внимательно и наслаждайтесь. Я очень надеюсь, что я вас замотивировала всё же вкладываться в акции. Не слушайте тех, кто говорит, что это невыгодно, что это лохотрон, что они всё потеряли. Они потеряли только потому, что они, когда нужно было сидеть очень-очень ровно и тихо, они взяли и продали. А что делали люди, которые в этом разбираются? Конечно, покупали. Вот карантин, как ничто другое, повлиял на акции. И те, кто совершал неправильные действия в этот момент, те потеряли очень-очень многое, к сожалению. И потом ходят и говорят, что они всё потеряли, и что это невыгодно. Нет, не надо так делать, не нужно слушать таких людей. Обучайтесь. Обучение не обязательно стоит денег, но обязательно стоит времени. Запомните это. И в самом начале, если вы пока не готовы, если вам нужно посмотреть, прицениться, обязательно делайте это. И не торопитесь. Не торопитесь никогда. Всегда вы успеете. Я очень надеюсь, что это видео было вам полезно. Если так, буду очень благодарна вам за пальчики вверх, за подписки, за то, что вы делитесь этим видео. И помните, в акциях теряет только тот, у кому деньги карман жгут. А если это так, значит, ты ещё не готов. Либо покупай и сиди на попе ровно. Но у меня на этом всё. Спасибо всем за просмотр. Пока.